Здравствуйте! Время новостей на канале Антенна 7. Я Денис Уонос. Смотрите сегодня. На встречу году! При новогодней конкурсе веселая музыка и даже горячий чай с пирожным. Все для жителей Левобережья делает общественное движение «Новый город». Как уже отмечают праздники во дворах? Ошибка в прямом эфире. Меня сюда привели. Мне объясню, зачем. Нарушать закон. Мне предоставить возможность подготовиться, лишив меня, надлежавшийся к чему. Что произошло с апелляционной жалобой Олега Шишова? Не круглая, но дата. В стойке я стал лучше, чем то, что я стал себя уверенно чувствовать. Приобрел какую-то ловкость. Как-то стал в технике лучше. Какие планы у бойцов на следующий год? А также опасные прыжки с парашютом и обмен валютой по новым правилам. В эти минуты в парке 30-летия ВЛКСМ празднует новогодний карнавал. Собрались сотни горожан, взрослые и дети. Все они пришли отдохнуть и посмотреть на кульминацию праздника – открытие главной городской елки. В этом году она проходит на новом месте. Давайте вместе скажем такие слова. Раз, два, три. Вот мы снова, как и семья, собрались у главной городской елки накануне нового 2016 года. Уважаемые мечи, я желаю, чтобы в будущем году вам сопутствовало все, что приносит в Дом счастье, что позволяет гореть вашему домашнему очагу и всегда поддерживать хорошее деловое настроение и с добром, с любовью относиться к нашему городу. На главную елку в этом году пришел старик Иртыш, который напомнил, что 2016 год – юбилейный для Омска. Праздник начался еще до официального открытия елки. Главным развлечением для самых маленьких стали ледяные горки. Гостей постарше вовлекали в подвижные игры аниматоры. Тем, кто скучает по городской елке прошлого года, власти приготовили сюрприз. В парке соорудили ледяную копию фонтана из сквера имени Дзержинского. И он также светится. Кстати, в парке много различной иллюминации, которая добавляет новогоднего настроения. Здесь очень весело. Это центральная елка, единственная в нашем городе в этом году. Поэтому, ну, по сравнению со всеми остальными, все очень красиво украшено и много народу. Мне тут нравится, тут весело, все танцуют. У главной городской елки в дни школьных каникул до 10 января с 15 до 18 часов для гостей будут проводить театрализованные игровые программы, вручать подарки и призы. Новогодние праздники приходят и во дворы и микрорайоны города. Праздничные гуляния развернулись на улице Дмитриева. Ничего, что здесь метели, не беда, что холода. Строчка известной песни будто про праздник на Левобережье. Его участникам снег нипочем, а хорошее настроение ободрит новичков округа. Алена и Даниил пришли сюда, прогулявшись добрый километр. Тут Дед Мороз танцует со снегурочкой без устали, а малышня борется за победу в конкурсах. И даже мужское занятие по плечу девчонкам. Сделать все быстро помогает Слава. В его руках ножовка движется азартно. А рядом метают традиционную обувь народов Евразии. Четвероклассник Рамзан заряжает валенок на 10 метров. Даже не тренировался, уверяет школьник. Депутат Валерий Кокорин благодарит всех, кто помогает детям встречать Новый год с хорошим настроением. Ведь поставить елку, залить каток и организовать праздник – это добрые дела. Мы встречаемся во дворах, делаем праздники, устанавливаем елки вместе ктосами, жителями, заливаем катки, как-то стремимся, что мы детям жилось у нас радостно. Председатель местного ктоса Левобережный-12 пошила костюм символа 2016. Обезьяна на этом празднике веселит детвору и обещает взрослым хороший будущий год. В год обезьяны я хочу поздравить всех жителей города Омска, особенно наших Левобережный-12. Пожелать всем здоровья, удачи, а особенно поблагодарить депутата городского совета Кокорина Валерия Михайловича, потому что помогает заливать дворы, помогает ставить горки. Дай Бог ему здоровья и всей его команде удачи и счастья в новом году. При новогодней конкурсе веселая музыка и даже горячий чай с пирожным все для жителей Левобережья делает общественное движение «Новый город». Сладости да танцы на строй на Новый год только повышают, хотя Галина считает, что праздник этот детский. Потому что все, что бы мы ни делали, мы все для детей делаем. И Дед Мороз, и подарки, и елку, украшения здесь. Это все для детей в основном. Ну а сами позвоним итоги, строим планы на будущее. А в планах нового города наполнить праздником и другие микрорайоны Левобережья. Евгений Нефанов, Александр Филиппов, Антенна-7. О старшекласснике перед Новым годом писали итоговое сочинение. Неудачно резюмировали в Министерстве образования. 296 омских выпускников не смогли написать итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. Но и этот результат лучше, чем был в прошлом году. Это связывает с адаптацией школьников к новому испытанию. Но вот что сильнее всего удивило педагогов, так это выбор 11-классниками темы сочинения. Большая часть выпускников размышляла над вопросом, почему любовь не всегда приносит счастье. Обувь основная, обувь сменная, кроссовки для физкультуры. Менять одежду для ног школьникам приходится несколько раз на дню. Если у ребенка плоскостопие, то ее обувь должна быть специальной. Помогут и ортопедические стельки. Парты, школьные столы тоже не улучшают состояние позвоночника и осанки учеников. Насколько обширна проблема и как ее решить наш материал. Для врача спина этого мальчика как холст, медицинский. Проблемы с позвоночником видны визуально. Вдобавок у школьника плоскостопие. В идеале стопа человека состоит из внутренних сводов и выпуклых поверхностей. Но у многих людей свод стопы опускается, она становится плоской. Самая распространенная причина – недостаток или избыток нагрузки на ноги. Это может быть вызвано, например, неправильной обувью. Примерно 3% людей получают плоскостопие в наследство от родителей. И в данном случае специальные стельки не помогут. Выравнивание гипсом – первый этап. Второй – операция. Положение стопы исправит медицинский имплант. На такую небольшую площадь падает нагрузка всего нашего тела. То есть стопа – это сложнейшая конструкция амортизирующая, которая позволяет удержать всю эту массу тела, нужны, чтобы были сформированы своды стоп. Тогда амортизирующая функция имеет место на стопе. Если сводов нет, то это все проявляется вначале артрозами, а артроз – это уже боль и усталость. Даже у детей, начиная с 4-летнего возраста, они начинают на ножки жаловаться. К ежедневным осмотрам эта 6-летняя пациентка уже привыкла. Это больше похоже на гимнастику, но только в разных положениях тела можно выявить изменения в позвоночнике. Мама подтверждает слова врача. У дочери к вечеру болит спина, асимметричная талия, плечи на разном уровне. Почти 70% детского населения имеют нарушение осанки. Они заметны. Если родители увидели какие-либо изменения, нужно обратиться к врачу, ведь постепенно может развиться сколиоз. В основном лечение основывается на создании своего мышечного корсета. Заключается это лечение, самое главное, это лечебная гимнастика, для того, чтобы укрепить мышцы спины и передней брюшной стенки. Массаж, тепловые процедуры, электрофорез для улучшения микроциркуляции в области мышц спины и позвоночного столба. И ортопедические укладки. То есть дети с такой патологией должны спать на жесткой постели. Ортопедический матрас должен быть. И маленькая жесткая подушка. Пока кроме усталости и небольшой боли, другого физического дискомфорта у этих детей нет. Но запускать и плоскостопие, и изменения в позвоночнике категорически нельзя. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Три часа назад Центр для особенных детей «Золотой ключик» получил новое помещение. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья и задержкой в развитии 600 квадратных метров пространства и занятий у педагога высокого класса. Репортаж Евгения Нефанова. В этом красном кирпичном здании всегда живет детство. Шесть десятков лет тут. То дом для пионеров, то место для кружков и секций. А теперь в доме 13 по улице Всеволода Иванова специальный центр обучения. Развиваться особенным детям здесь помогает даже обстановка. Творческие работы, яркие краски и мягкие игрушки. Гости праздника сейчас почувствуют себя подопечными центра. Вот картина французского живописца Клода Мане. И попробуйте ее повторить. Все в равных условиях. Картон, кисточки и краски. Однако давняя художница Инессы Артемова обладает преимуществом. Я люблю рисовать цветы. То, что мне красивым кажется. На ее работе линии более плавные, прерывистые. А вот министр Сергей Конунников берет более сочные краски и линиям задает четкость. И все это под приятную музыку. Основной секрет, наверное, это понимать ребенка, чувствовать его. И желание помочь, желание раскрыть его потенциал. Потому что потенциал есть у каждого ребенка. Независимо от возраста, от состояния. Все, что здесь делают руками, совершенствует и развивает. Это игры с песком и хоровод вокруг педагога. Ей-ей-ей, загружись, карусель. Раз, два, раз, два, потихонечку сперва. Когда с детьми занимаются дефектологи, логопеды, занимаются творчеством здесь, в театральной студии. Конечно, это все дает положительные эмоции и, как следствие, дает им развитие. Как дела? Тату. Сын Эльнары, придя сюда, не умел ни разговаривать, ни ходить. Перемены, что произошли с ним, это не чудо, а прогресс. Они очень разные и по возрасту, и по диагнозам. Однако все хотят радоваться жизни, побеждают комплексы и выходят на сцену. А чтобы центр получил новую жизнь, здесь сделали ремонт по всем правилам и нормам. И его авторы, преподаватели и студенты одного из колледжей. Давно с центром сотрудничаем. Когда возникла необходимость помочь им в каких-то их делах, мы согласились на это с радостью. И реализовали еще раз наше сетевое взаимодействие и социальное партнерство. В центре сейчас обучаются 57 детей. И новых здесь ждут с радостью. Все новогодние каникулы учреждения работают. Евгений Нефанов, Владимир Новолоцкий, Антенна 7. Центробанк ужесточил правила обмена валюты. Уже с начала следующей недели россиянам, зашедшим в валютный обменник, придется по-новому подтверждать свою личность. Итак, при покупке или продаже в обменном пункте валюты на сумму более 15 тысяч рублей необходимо пройти процедуру полной идентификации, то есть предъявить паспорт, ИНН и контактные данные. Все данные внесут в анкету. Упрощенная процедура обмена, то есть без всей этой бумажной и документной волокиты по паспорту, останется только для операции с небольшими суммами. Ничего сложного, но времени на все это будет уходить заметно больше. Забыли уведомить апелляционную жалобу Олега Шишова об изменении меры пресечения сегодня так и не рассмотрели. По телемосту Шишов ходатайствовал о переносе заседания, так как о нем его не предупредили. Хотя по закону должны были сделать это как минимум за 7 дней. Меня сюда привели, не объяснив зачем, нарушая закон, не предоставив возможности подготовиться и лишив меня надлежащей защиты. В связи с этим заседание отложили на 29 декабря. Напомню, Олега Шишова арестовали год назад. Обвиняют его в пособничестве в растрате. По версии следствия, Шишов совместно с директором компании по строительству Приморского океанариума Андреем Поплавским завышал стоимость строительных работ на 10%. Ущерб госбюджету 1 миллиард 21 миллион рублей. Шишов вину полностью признал, активно сотрудничает со следствием. Сейчас он находится в московском СИЗО. Меру пресечения адвокаты Шишова считают незаконной и пытаются ее обжаловать. Обвинение уверено, если Шишова из СИЗО выпустить, то он скроется за границей и избежит наказания. Опасные прыжки с парашютом. Омская транспортная прокуратура и полиция совместно с УФСБ России по Омской области проверили посадочную площадку Камышина в Таврическом районе, где проводят занятия для начинающих парашютистов и инструкторов. Как оказалось, услуги на базе оказывались небезопасны. Например, десантировались амичи с самолета Ан-2 с истекшим строком эксплуатации сертификата летной годности. На полеты, снятые сотрудниками ФСБ, не было разрешения авиадиспетчеров. К тому же число пассажиров на борту было превышено. 14 человек вместо 11. А выданные им парашюты вызвали сомнения в безопасности их использования. Переделаны парашюты под парашютную систему другого вида. То есть, внесены изменения, которые могли повлиять на безопасность парашютистов, привести к каким-то печальным последствиям. Сейчас проводится проверка. Следователи выясняют, кто организовывал прыжки в Камышино. Возбуждено уголовное дело. Срок наказания по статье от 3 до 5 лет. Продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудника реабилитационного центра для наркозависимых в Кормиловском районе. Напомню, в учреждении до смерти забили пациента за то, что он отказывался есть и делать зарядку. Подозреваемого задержали. Это консультант центра. Нужно сказать, что заведение открылось совсем недавно, примерно полгода назад. Оно частное. Проверки там не проводили, так как делать это можно только с согласия руководителя. Поэтому о том, как набирали консультантов, проходили ли они подготовку, ничего не известно. Подбор консультантов, это, наверное, наиглавнейшая задача руководителя. Чтобы это были обученные люди и вменяемые. Поскольку, ну, я даже комментировать так-то не могу, что... Ну, как мог консультант избить реабилитант? Ну, просто... Просто не понимаю, даже не нахожу никаких слов там. Я уж про оправдание вообще не говорю. Я не понимаю, как такое вообще... Что это за консультант, откуда он взялся и зачем его руководитель туда поставил. В Омской области сейчас больше 20 негосударственных объединений, занимающихся реабилитацией наркозависимых. С их руководителями и сотрудниками сегодня провели встречу. Рассказали о совете, созданном в 2015 году. Его эксперты, правоохранители, работники органов соцзащиты и священники инспектируют подобные заведения и дают заключения. Так учреждения могут попасть в реестр организаций, официально признанных эффективными. Сейчас в Омске одобрено лишь три центра. Авангард в серии буллитов одолел неудобного соперника Новокузнецкий Металлург. В первом периоде отличились защитники нашей команды Юрий Александров и Сергей Гусев. Хозяева ответили точным броском Романа Манухова. Во второй 20-минутке сумели сравнять результат 2-2. В начале третьего периода Максим Казаков в третий раз вывел Ястребов вперед. Столиварам удалось спастись буквально под занавес основного времени матча 3-3. Овертайм на равных в серии штрафных бросков Юрий Петров и Владимир Саботко принесли победу нашей команде 2-1 в серии и 4-3 в матче. В воскресенье на арене Омск Ястребы сразятся с лидером чемпионата столичным ЦСКА. 25 спортсменов выйдут на старт первого этапа Кубка Урала, Сибири и Республики Казахстан по трековым гонкам. В эти дни соревнование получило официальный статус первенства Сибирского федерального округа. На областном ипподроме идут первые тренировки. Гонщики пробуют разные варианты резины. В составе нашей команды все сильнейшие пилоты региона. Это Игорь Усов, Александр Фабрициус, Дмитрий Катышев. Среди соперников из других регионов наиболее активные гонщики из Кургана, Новосибирска и Екатеринбурга. Предварительные заезды турнира пройдут в субботу. Решающий этап соревнования стартует в воскресенье в 12 часов дня. Ведущему Омскому клубу смешанных единоборств «Сатурн-Профи» исполнилось 37 лет. Солидную дату спортсмены встретили яркими победами. В эти дни бойцы клуба взяли верх в престижном международном соревновании Кубок Золотого Шлема по Панкратиону. Сегодня отличившимся спортсменам клуба были вручены специальные призы. Награды получили Иван Дербенев, Дахан Курмашев и Самир Агаев. Я для себя подтянул все аспекты боя. Это борцовская техника, ударная. За это спасибо моим тренерам Евгению Корману и Дмитрию Кромову. Они мне постоянно подсказывают, улучшаем технику. В стойке я стал лучше, чем то, что я стал себя уверенно чувствовать. Приобрел какую-то ловкость. Как-то стал в технике лучше. А в борьбе я выучил несколько вводных приемов и удушающих. Ну и стал их использовать. Чемпионские значки – новый вызов. Календарь 2016 года будет сверхнасыщенным. В феврале чемпионат России, в мае Кубок мира по Панкратиону в Латвии. Возможность отличиться будет и у ребят до 16 лет. Они выступят во всероссийских соревнованиях по нескольким видам спорта. Подготовкой этого состава занимается известный омский боец и тренер Дмитрий Кром. В этом сезоне я поднялся во всех аспектах и в ударной технике, и в борцовской. На области я накрутировал с боковым правой рукой на мемориале Сборовского турнира «Золотого шлема». Я предпочитал борцовскую технику, бросал, проходил в ноги. В этом году мы начали очень хорошо выступать и по рукопашному бою, и по ММА, и по Панкратиону. Везде мы в лидерах. Вот недавно был по рукопашному бою Кубок сотрудников ГИБДД. Мы его выиграли. Сейчас мы выиграли Кубок «Золотого шлема» международный турнир памяти нашего тренера. Я думаю, мы идем в правильном направлении. Этой спортивной новостью мы завершаем предновогоднюю эфирную неделю. Хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»